Более полусотни абитуриентов, выпускников школ, гимназии, лицея в Брестской области в 2021-м смогли набрать наивысший балл по результатам централизованного тестирования. У кого-то из них этот выдающийся успех повторился дважды. Сегодня все эти юные дарования в одном зале. Юноши и девушки стали участниками торжественного приема, проводимого губернатором региона Юрием Шулейко. Конечно же, это приятная возможность поздравить этих талантливых ребят лично. А еще шанс познакомиться ближе, узнать, чем живет сегодня самая эрудированная молодежь. Вы сегодня выбираете свое будущее, вы идете в процесс самостоятельной жизни, вы выбираете вуз, вы выбираете специальность. И, конечно, после завершения вашего учебы я хотел бы вас пригласить вернуться на свою родину и продолжить здесь уже свою трудовую деятельность. Конечно, впереди очень много времени, 4-5 лет кто такой вуз сберет. Но сегодня я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы честь нашей области, вы наше лицо. Для юношей и девушек от губернатора памятные подарки и личное поздравление. В процессе награждения Юрий Шулейко интересовался, кем планируют стать ребята, куда они подавали документы. Большинство, как оказалось, желают быть врачами и программистами. Для молодых людей такое внимание со стороны руководства – это особая честь. Это признание их заслуг и успехов, которыми они, безусловно, гордятся, и за которые благодарят родителей и педагогов. Мне нравился язык. Я благодарна своей учительнице. Она прибивала любовь к родной мове. Она всегда объясняла, на какие задания надо обращать внимание, как подготовиться психологически к тестам. Также я посещала факультативы по белорусскому языку в нашей гимназии межшкольной. Занималась сама дома, готовилась, начиная с 10 класса. Хотел стать программистом, поэтому поступил на информационно-технологический профиль. В целом, да, цель достигнута. Хотелось бы попробовать себя либо в веб-дизайне, либо в машинном обучении и бигдата. Система образования Брещена сегодня – это слаженный единый механизм, который стоит на трех китах. В высоко мотивированных кадрах обеспечены материально-технической базе и налаженной системе повышения квалификации для наставников. В учебный процесс регулярно внедряются новые педагогические разработки. А это говорит о постепенном, поэтапном процессе совершенствования. В регионе есть все условия для того, чтобы здесь развивались такие одаренные ребята. Материально-техническая база наших школ, нашего педагогического состава соответствует для того, чтобы давать современный уровень знаний тем детям, которые особо одарены даже. Заниматься с ними специально, потому что у нас есть разделение – это лицеи, это колледжи, кроме того, которые ребята позволяют получать многоступенчатое качественное образование. У нас есть конкурсы в ряд учебных заведений, которые сегодня пользуются высоким авторитетом, где высокая педагогическая подготовка. Подготовка наших детей действительно сегодня имеет авторитетный уровень для того, чтобы наши дети получали полноценное образование. Молодые, амбициозные, творческие. Эти юноши и девушки ожидают приятных перемен в своей жизни. Поступление в ВУЗ, студенческая жизнь, постижение азов новой профессии. Дальнейшее общение губернатора с молодежью продолжилось уже в неформальной обстановке, где юноши и девушки смогли задать руководителю области волнующие их вопросы.